Мы начинаем. Дождик пошёл. Вчера мы приехали в Янаху. А вот даже можно увидеть наш отель кусочек. Ананисимус Бич. Три звезды, но он очень достойный. Мы только вернулись с завтрака. Огромный шведский стол, большой выбор. И минимум людей сейчас пока что, потому что не сезон ещё. В конце апреля уже, я думаю, будет побольше туристов. Очень много русских встречается по пути. Вечером мы ходили в супермаркет. В супермаркете, как я поняла, он был ориентирован больше на туристов, потому что там была сувенирная продукция. Много. Ну и цены, я думаю, они чуть выше, чем в больших гипермаркетах. Ты как считаешь? Так, да. Я там думала, что с Дожием придёшься. Держатель камеры. Блин, дождик пошёл. Много русских встречается. Да, вот люди бегают. Всё для людей. Велодорожки. Это очень круто. Очень-очень жаль, что у нас нет с собой великов. Вот теперь я понимаю, что было бы хорошо, если бы ты взял велик. Ну да. Но у тебя нет багажника, чтобы меня на него посадить. Мы сегодня ранее в Дашке пошли покупать симфарты, когда магазины ещё всё закрыты. Они открываются с десяти. Ну и много суббот. Хотя нет, каждый день они с десяти работать начинают. Ммм. Ленивые киприоты. Что с ним взять? Вот потом мы с Виньем в рост. Нам очень полезно то, что он практически рядом тут всё находится. 400 метров до отеля. Да, вообще идеально. Сдадим флюорографию. Вот. И какой следующий? А, ну потом мы отправимся на поиск жилья. Это будет очень интересно. Как мы его будем искать? Я его вообще не знаю. Да. Тим-карты, анализы и жильё. И жильё, да. И сегодняшний план на день. Надеюсь, мы это выполним. В межсезонье здесь тренируется много футбольных команд. Вот, например. А ещё идёт дождь. Это какая-то финская команда. А может быть, так, форна. Не знаю. Мы возвращаемся в отель с нашей долгой прогулки. Во время которой мы обошли почти всю Айянаху. И искали жильё. Жильё мы нашли. но это еще не точно мы нашли много номеров по которым мы будем сегодня вечером всех обзванивать сфотографировали номера из местной газеты нашли ее в магазине нам удалось пообщаться с женщиной которая сдает жилье, но на короткую аренду она как-то на 7 месяцев пока думает также мы зашли в отель где познакомились с парнем Дионисом на ресепшене и он обещал поискать варианты завтра мы ему позвоним и узнаем вот в принципе вот с двумя людьми мы пообщались нашли номера, которые весят на домах на апартаментах, что сдают как вы про газету? про газету, да, говорила то, что в магазине Вестник Кипра Рустоязычная газета где были объявления по Янапе про Тарасу если в Янапе мы не найдем жилье у нас как запасной вариант про Тарас мне кажется, там побольше вариантов потому что вот даже вчера наш водитель который нас отвозил в отель сказал, что найти в Янапе сейчас очень сложно очень сложно вот и как раз нам сказал где нужно поискать эти места мы сегодня обошли вот потом мы посидели в море покажем, где именно мы сидели ну, мы прошли это место это место мы прошли где мы сидели там был пирс а вот там мы пели чипсы для здорового питания попили пиво я попробовала кипрское пиво Кеолайф ну, ничего такое дамское легкое вот покажи колесо воззрения как-нибудь мы обязательно сходим А Янапский лунопарк да, обязательно сюда как-нибудь сходим все цветет вообще изобилие трав цветов мандарин мы сегодня видели мандарины и лимоны прямо сыпаны деревья этими фруктами они прямо падают они гниют они никому не нужны здесь вот и запахи стоят, конечно ну, просто их невозможно передать это очень круто